Здравствуйте, товарищи! Как вы узнали из названия, это рубрика «Купил ПК за...» А именно за 5500 рублей. В нее входит система на платформе AMD, точнее AM3+. При покупке комплектующих на AM3+, нужно обращать внимание на то, насколько сильно, часто или вообще никогда не было прогретой материнской платы. Поэтому нужно будет обратить внимание на то, как снимались системы охлаждения, то есть радиаторы на мостах. Ну и, конечно же, понимать, это дело вообще, горелось оно или нет. Вряд ли, конечно, вам кто-то позволит вытаскивать материнскую плату из корпуса, снимать радиатор и смотреть, насколько там нагреты чипы, да, зелененькие, они черненькие, или вообще выгарившие насквозь. Но все-таки нужно обращать внимание на это. Система охлаждения мне вот досталась вот такая вот, дипкуловская. Процессор мы дальше посмотрим, но это обыкновенный RFX6300. Да, ничего интересного, но все же. По портам у нас материнская плата жирненькая, как, собственно, и по системе охлаждения. Не самый дешман. От иксовая, нормальная, человечески выглядящая. Пока не имели ничего гретого, перепаянного, в ней я не обнаружил. Поэтому она, собственно, и была куплена. Далее у нас блок питания идет самый дешманский дешман. Велтон на 350 ватт. Да, к FX-у блок питания на 350. Ну, что поделать, что такая вот система у меня получилась. Не сам же я ее собирал, я же ее купил, да. Ну, почему бы и нет. Можно купить другой VX, допустим, да, на 350. Ну, что поделалишь. Ну, видеокарточка. IT Rodeon 5570 на 1 гигабайт. И всего лишь DDR3 памяти. Да, никчемная затычка. По сути, то же самое, что 4670. Ничем не лучше, ничем не хуже, правда, у 4670. Может быть, варианты с DDR5. Собственно, как и у этой. Но, опять же, что имеем, то и используем. Ну, и самое интересное, то, как нам будет использована оперативная память. А оперативная память будет Corsair XMS3. Четыре модуля по 2 гигабайта. То есть, два комплекта по 4 гига в комплекте. То есть, в одном комплекте две планки по 2 гига. Итого, 8 гигабайт с частотой 1600 МГц. Ну, корпус, не могу сказать, что чем-то он примечателен. Я бы даже его постеснялся показывать в кадре. Скажем так, что это просто коробка, в которую поместили все комплектующие. Как-то так. Ну, и вы, собственно, тоже можете использовать абсолютно любой корпус, который вам нравится. Хоть советы за 100-200 рублей, да. Хоть какой-нибудь за 5 ксарей с магазина. Это уже дело вкуса. И по накопителю он был без накопителя за эту сумму, да. Но, опять же, если сильно захотеть, можно купить за 100 рублей какой-нибудь на вторичке 80-ку, да. Или там 2 80-ки за 200 рублей. Итого получается в 160. Один под систему, второй под пару игрулик, да, кс, там, и дота. И эта система вполне это все дело вывезет. Ну, или купите, создай, они сейчас дешевые. Там уже выбор остается за вами. Как бы основная платформа есть, а может быть у кого-то и валяется накопитель какой-нибудь, чтобы использовать. Ну, и, пожалуй, перейдем к тестам, да. Ну, посмотрим, конечно же, CPU-Z, GPU-Z, там все вот это вот. Ну, и попробуем во что-нибудь поиграть. Погнали тестить. Тест кэши памяти в AIDA64 на ваших экранах. Также CPU-QIN вы можете наблюдать, посмотреть рейтинг этого процессора среди большинства. CPU-Z у нас 6 ядер, 6 потоков. AMD FX 6300. Оперативная память завелась в дефолте на частоте 1433, поэтому я не увеличивал частоту до 1600, чтобы, так сказать, не залазить вообще ручками никуда. Производительность процессора на ядро 234 на все 6 потоков, 1064. Ну, и информацию о видеокарте вы можете разглядеть подробно на паузе. Начнем мы, конечно же, с Encore RT, самая простая, самая востребованная игра, в принципе, насколько я понимаю. Ну, точнее, даже не игра, да, это в данный момент тест. Но, в принципе-то, World of Tanks, Encore RT идет почти рядом по требованиям к железкам, по производительности и так далее и тому подобное. Поэтому, начнем с него. Разрешение во всех играх сегодня будет 1280 на 720, да, потому что, ну, 55-70, согласитесь, на большее практически не способно. Ну, и при минимальных настройках графики, естественно. Поэтому мы и наблюдаем в Encore RT такой большой FPS. Соответственно, можно чуть-чуть поднять настроечки или поднять разрешение, если вдруг вам не устраивает 1280 на 768 и будет FPS немножечко побольше. Ну, а мы видим, что с танками у нас все замечательно, вполне себе играбельно, и поэтому переходим к следующей игре. Вар Тандер отказался сегодня выводить мониторинг в MSI Автобернере, да и вообще, в принципе, какой-либо. Поэтому будем ориентироваться на встроенной, а встроенной нам показывает FPS в районе 30, что, в принципе, равна консольным FPS, и, по сути, в принципе, можно играть, конечно, терпимо, но почему бы и нет. Особенно, если выбрать технику потяжелее, да, чтобы помедленнее, скажем так, передвигаться, то, в принципе, эти 30 FPS никаким образом плохо не скажутся, что ПТ-шка делает. Так что, можно сказать, что Вар Тандер тоже играбельно, но, в принципе, это неудивительно, что мир танков, что Вар Тандер имеют системные требования плюс-минус аналогичные, поэтому, если идет одно, значит, естественно, идет другое. Дота 2. Качество обработки экрана 100%, разрешение от 1280 на 768, DirectX 11. И эта система нам показывает о том, что в Доту 2 при этом разрешение вполне себе играбельно. Можно, в принципе, даже и повысить настройки, ну, или повысить разрешение, кому как нравится. В бою, конечно, просадочка будет FPS до 60, ну, а при обыкновенном, так сказать, путешествии по миру, FPS у нас достаточно велик. Вот у нас есть небольшая потасовочка, FPS их немножечко просаживается, но делаем вывод о том, что во вторую Доту на этой конфигурации, этой видеокарте, вполне себе можно поиграться. Контус Трайк же у нас при разрешении 1280 на 768 выдает следующие показатели, которые вы видите на своих экранах, вполне себе играбельно, почему бы и нет, да? Вот, сейчас я даже попаду, может быть, попал даже, вот, смотрите, там чувак какой-то стоит, я у него попаду вообще, нет? Давай, 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 о, я попал, вообще я, киберспортсмен, скажем так, да? Где, я что, в игру с ботами всеми попал, что ли? Еще один бот, смотрите. О, еще один бот. Стой, чувак. Где еще остальные люди здесь есть, живые вообще они, боты. Ну, в общем-то, в принципе, FPS, вы видите? Так, мы чуть-чуть пробежались, поглядели, что-то как. Так что, о, живой человек, смотрите. Ну, в общем, такие вот результаты в Counter-Strike Global Offensive. Ну, вот, с тренда Deep у нас рисует в самом начале 20-23 кадра, иногда даже 26. Доберемся сейчас до островка и посмотрим, что у нас будет. Мы застряли. Ну, ладно. Поставим это здесь, нам это сейчас не пригодится. Доберемся до островка и посмотрим, что у нас будет по итогу. По итогу, конечно, у нас FPS особо-то и не подрастет. Но около 30, плюс-минус 2-3 кадра мы имеем. То есть, в принципе, вполне себе неплохо можем поиграть в тренда Deep. Так как от нас здесь особых быстрых, да, молниеносных движений не требуется. Игрушка достаточно спокойная. Можно подрасслабиться в ней, даже, в принципе-то, почему бы и нет. Что-нибудь там построить, повыживать и так далее. Поэтому на этом FPS вполне себе пойдет. Приступаем к следующей игре. Евротрак Симулятор 2. Находясь в кабине на территории города, мы наблюдаем, что у нас идет стабильный, ровный 30 FPS. Но когда мы переключаем камеру с крыши, у нас получается 60 FPS. При том, что мы ничего не делаем. И график фрэнтайма, что в кабине у нас ровный, что снаружи у нас ровный. Причем снаружи у нас он идеально ровный. В отличие от кабины. Ну, поедем мы, конечно же, с кабины. А дальше разберемся, как у нас будет. Выйдем за город. Посмотрим, какие FPS у нас будут наблюдаться. И что с этим делать. Надеюсь, в аварию мы не попадем. Но вы, опять же, наблюдаете, что FPS у нас 30 и никаким образом не меняется. Поэтому слегка подождем. Переключимся на трассу. И посмотрим уже FPS. Можно сказать, что мы за городом. Но FPS у нас никаким образом не поменялся. Только фрэнтайм стал ровнее. И сверху кабины у нас те же самые 60 FPS. Удивительно, да? И это при разрешении 1280-768. Масштаб рендера 100%. Да, там можно было поставить поменьше. Но как бы графика была бы совсем отвратительной. А при масштабе рендера 100% даже на минималках, в принципе, вполне себе неплохо. Поэтому такой вот FPS у нас в Евротраке. Мы не можем, конечно же, поездить не с этой камеры. Но сейчас все мы попереломаем. Ай, как некрасиво все получается, к сожалению. Но что поделаешь. С этим только смириться. Отвратительная езда у меня сегодня. Но так получается уж извините. Ну, а по этому системному блоку выводы делать только вам. О, а по этомуانем. Академа. 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 Академа.